Всем привет! От первоконстанты Провиденц Януса и Вестника Нолана Кэссиди можно избавиться множеством способов. В этом видео я продемонстрирую вариант с использованием снайперской винтовки и выполню испытание убийца-снайпер на уровне сложности эксперт. Кроме того, дополнительным осложнением будет условие для выполнения испытания разумная цель, а именно то, что все цели нужно устранить из снайперской винтовки с домика на дереве. Чтобы всё прошло гладко, а тел не обнаружили, потребуется предварительная подготовка. Первым делом нужно избавиться от телохранителя, сопровождающего Нолана Кэссиди. Сделать это быстро, пожалуй, самая сложная часть всей операции. Проникаем в дом со стороны двора. Сначала уничтожаем камеру, а затем вышибаем дверь. Корректируем тайминг телохранителя, патрулирующего двор, и забираемся через окно в ванную. Зажимаемся в угол, насколько возможно, открываем дверь и бросаем телефон вглубь комнаты. Ждём пару секунд, пока привлечём внимание телохранителя и закрываем дверь. Телохранитель идёт к месту, где увидел что-то подозрительное. Как только он входит, захватываем цель. Забираем телефон и покидаем дом. Благодаря тому, что мы отвлекли охранников во дворе, у нас появляется возможность уйти незаметно, не теряя времени. Переходим ко второму шагу. Нам нужно будет заманить Нолана за машину дизенсектора, и для этого воспользуемся телефоном. Звуковой манок тут не годится, слишком маленький радиус действия. Сбрасываем телефон и вырубаем свидетеля. Тут закончили, переходим к третьей части операции. Отправляемся в дом к Янусу. По пути забросим кейс с винтовкой прямо под домик на дереве. Цельтесь внимательнее, а то потом не найдёте кейс. Ныряем через забор и ждём, когда охрана разойдётся. Отвлекаем телохранителя в дальней части двора и бежим внутрь. Чтобы тело Януса не обнаружили, достаточно избавиться от его личного телохранителя и дождаться, когда Янус поднимется в спальню, чтобы подышать кислородом. А для более быстрого варианта зачищаем кухню. Прячем тело за стол и займёмся Гюнтером. Заманиваем его в подвал. Пока он спускается, нейтрализуем ещё одного охранника и уничтожаем записывающее устройство. Здесь же забираем первую подсказку. Шум в подвале заставляет Гюнтера спуститься ниже, и тут он ловит бюст головой. Подготовка завершена. Отправляемся на стрелковую позицию. Сначала Янус. Он уже заглянул на кухню в поисках кекса. Привлекаем его внимание. Если успеете, можете подловить его в этот момент. Но лучше подождать. Янус обнаруживает тело охранника. Сейчас он его осмотрит и бросится звать на помощь. Вот тут не промахнитесь. Готово. Когда Нолан будет на подходе, можно включить телефон. Раньше этого делать не стоит, так как до этого момента мимо машины дезинсектора проходят ещё две дамы. Точнее, одна из них пробегает. Нолан пересекает дорогу, и теперь следим за ним в оба. Когда он зайдёт за машину, он обнаружит тело дезинсектора. Не спешите огорчаться. Пытаемся выцелить голову, но сделать это непросто, так как помимо густой листвы нам мешают стволы деревьев. И вот, встав во весь рост, удалось найти прострел. Дело сделано. Осталось собрать ещё пару подсказок, и можно идти на выход. Недостающие сведения получим из судебного дела Джеймса Бетти и откопав коробку из-под сигар с запиской, указывающей на скорую встречу Януса и Константы. Готово. Аккуратно продвигаемся к выходу. Ставь лайк, подписывайся на канал, комментируй видео. На очереди общество Ковчега. Желаю удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин